добрый день друзья на канале породные куры в оренбурге меня зовут вадим 15 января обед 13 30 принес вот тепленькой водички птицы и салат со свежего лука репчатого и капусты вот с удовольствием поедает понемножку подбрасываем каждый день вот на все по голове где-то 45 луковиц разрезаю и немного капусты смешивают и обеденный кормление от подбрасывает салат типа такого вот вкусняшку кормлю так два раза утром и вечером суточная норма даю 140 грамм то есть 70 грамм утром и 70 грамм вечером мерный стакан взвесил и вот даю такую порцию а в обед помимо текста 40 грамм вот салат ну разговор не об этом значит приближается сезон инкубации мне это много писали я уже видео говорил и мне опять поправили какие породы у вас есть да действительно мне правильно сделали замечание что 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 есть много новых зрителей которые не умеют переходить там дальше на следующее видео и поэтому меня поправили то что еще раз расскажите перед началом инкубационную сезону какие у вас есть породы вот давайте начнем вот сейчас мы в вольере у пушкинской это та порода с которой я начинал это первое инкубационное яйцо которое я приобрел вот одна из трех пород была пушкинская питерской селекции вот такие вот классические курочки рябы красивые крепкие вот значит эта порода у меня с 2015 года крепкая она поселилась в нашем хозяйстве значит я думаю надо делать выводы есть куда 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 то бегаешь есть заслуги хотела выбежать калитку открытости есть заслуги коротко о породе значит работы над выведением этой породы начались вести еще с прошлого века с 1905 это 1975 или 76 года что ли и закончилась где-то в 2005 2007 годах она была официально занесена в реестр пород вот вот такая вот курочка значит пишется она как яичного направления но больше похоже на яичными снова потому что тут не так уж мало мяса хочу поймать петуха вот петушки крепкие такие да и курочки не больно маленькие то есть покрупнее чем обыкновенно не сушка значит при создании этой породы были использованы следующей породы то австралорпы как пестрый так и черный австралорп шевер лигорны и потом уже полученному материал добавили еще кровь бройлера и русской белый вот результате получилась вот такая пушкинская курочка что хочу сказать значит продукт продуктивность заявлены там 200 220 из смело говорю выдает при хорошем уходе выдаст и больше вот там по итогам января подведем месячный намолот сколько они нам намолотили яиц вот с 1 января начал записывать кто мои ролики смотрит я говорил что с 1 января значит ведем журнал ежедневная яйценоскость все записываем значит за месяц подведем итог сколько я думаю будет интересно вам посмотреть сколько выдали значит что еще про не сказать заносится в 5 месяцев они уже несутся по крайней мере от моя линия 5 месяцев несутся естественно сначала яйцо девки чего хочет и не сесть он у не хотят садиться уже ведь вот сейчас обед вам покажу а то сейчас сяду 3 яйца вот лежит уже вот значит сначала яйцо не крупный 40 там 45 грамм меньше 50 короче сначала но в течение двух месяцев яйцекладка нормализуется яйцо становится крупным и 60 это 55 60 грамм вот такое получается яичко а курёхи которые на втором году те несут за 70 грамм то есть яйцо крупные в основном белая скорлупа но бывает и немножко матово вот сейчас лежит этот у меня этого года на лодке вот ну тут камера не передает вроде одного цвета так получать а так она одно немножечко матового цвета вот такой кремовато кремового что ли кремово-матовый вот вот такая значит что курочки где-то от двух до двух 300 килограмм и такой ответ петушки от двух с половиной до трех с половиной вот так вот где-то будет но может быть ну да где-то так два с половиной три может три 200 вот так не больно крупная но что хочу сказать очень скороспелый вот этих петушков я первых лишних убираю то есть они уже в четыре месяца их можно смело убирать они набрали свою массу вот такой петь хочу поймать как это жердочка мешает вот видите вот такой курочки потемнее петушки посветлее значит хороший оплот при формары при формировании семьи можно 15-20 курчик на петушка и будет оплот петухи очень такие крепкие пацаны справиться оплот хороший цыплята лупится дружно вот и у тебя что заметил обычно во всей литературе там куриное яйцо инкубация 21 день вот эти лупится на 20 день дружно цыплята крепкие вылуп дружно вот так вот что еще сказать про них пишут как недостаток то что нет инстинкта на сержне но это как посмотреть допустим для меня птица который куда хочешь убежать птица который не садится для меня это плюс а не минус что мне надо вывести я выведу инкубатором вот это то что целое лето в гнездах сидят квочки друг другу не дают мне это только я бы относил к минусу породы не к плюсу но это для меня так вот который люди пользуются квочки на конечно на них рассчитывать не придется мамаш они хреновые они несут яйцо работают вот вот так вот ну и красивая в то же время украшение двора во всей литературе что про нее читал пишут спокойно спокойная птица у меня неспокойно у меня дурные на всю голову кипишные но вот эти вот плюсы перекрывают вот такой перекрывают этот недостаток их не кипишливость поэтому можно потерпеть их нет этот дурь допустим у них если почистить или поселить постилку это целая проблема такие вот они девки значит сохраняется яйценошки 2-3 года но я держу у себя два года то есть второй год отнеслись и я их или убираю или часто покупают забирают но они будут нести и 3-4 года но уже яйценошки конечно же упадет вот стараюсь поближе показать значит допустим гребень и розовидный и есть листовидный я много смотрел там и комментариев и описание это блогеры пишут что не допустим листовидный ничего подобного допустим и листовидный и розовидный вот так вот вот такие вот они гад столб мешает не получается взять их всех вместе вот теплую водичку пьют вот значит кончился у меня домашний уксус купил сейчас в магазине виноградный фу этот яблочный уксус магазина сейчас разбавляю подкисляю воду ну вот что вкратце хотел сказать об этой породе птица трудяга птица трудяга зимы переносит на ура неотапливые сараи это для нее не проблема главное чтобы было сухо под ногами и не было сквозняков хороший корм теплая вода досвечиваю я вот в предыдущих роликах говорил значит я включаю всем утра свет и выключаю с 10 до полуодиннадцатого вот в этот промежуток вот такой у меня световой день сейчас кормлю 50 процентов значит комбикорма 50 процентов зерносмесь пшеница ячмень кукуруза семечка вот такая канитель там вот вот такая яйценоскость сейчас обед вот видите 3 лежит но то не 2 рвутся по итогам месяца я обязательно покажу вам сколько нанесла данная порода за месяц вот сколько выдали они за месяц в этой семье у меня 9 курочек и один петушок вот так вот значит говорил в предыдущих роликах сейчас отбираю заложить пробную закладку блин как наметишь так не получается тормознули синь-синь-зяньки и марану ну сейчас поглядел мараны занеслись там это ну как они по одному яйцу выдавали сейчас смотрю тоже у маранов 3 лежит то есть вчера поругался на них а синь-синь-зяньки четвертый день молчат вообще на глушняк одно яйцо за четыре дня поэтому может придется заложить без них потому что уже надо проверить хотя вот если честно в пушкинских вот это и это такая птица что насчет оплота тут сомневаться не приходится ну просто показать вам видео что есть оплот что есть оплот ну вот спасибо за просмотр я думаю информация будет для новичков полезны там кори феи старожилы это все и без меня знают это информация было не для них надо понимать потому что в комментариях там сейчас начнут строчить это можно черпануть из интернета там в описании в описании одно то что результат ни одного года содержание птицы в хозяйстве это совсем другое я вот эти вот данные которые зачитал подтверждаю именно на своем хозяйстве вот если она у меня не спокойная а в описании написано спокойно как я скажу что она спокойно я говорю что она на всю голову шибануты но плюс плюсов больше вот так вот все спасибо за просмотр до новых встреч у нас пурга по поясу до сарая полз но тепло не холодно может там минус 2 минус 3 не ниже все пока